Да, немножко так вот чуть-чуть корёжится, потому что камера стоит напротив моей физиономии, а я привык такие занятия проводить стоя, а компьютер стоит чуть пониже, поэтому мне придётся обращаться иногда к экрану и светить своим широким лбом. Прошу меня извинить за такие жесты. Меня зовут Юрий Майский, я тренер по голосу и речи, я сделал эту деятельность своей основной сейчас, профессиональной деятельностью, основным занятием. Я достаточно давно работал и работал как преподаватель с 2003 года в Международном институте менеджмента ЛИНК, а потом работал в учебном центре СКБ Контур 10 лет, и сейчас я выступал как тренер по голосу и речи. Кроме того, и выступление публичное входит в мои хобби. Это и в клубах ораторского мастерства, где я сам себя совершенствую, и вокальная практика, потому что достаточно долгое время я занимаюсь вокалом от эстрадного до классического, где-то что-то народное и бартовское. Поэтому звукоизвлечение в каком-то смысле это профессиональное моё занятие. Почему для педагога? Почему такая специализация у меня? Вокруг меня очень много педагогов. Я в этом сообществе достаточно долгое время. Мама у меня учитель, сестра у меня учитель. Я прекрасно понимаю, что не владея хорошими навыками речевыми, вы рискуете, любой педагог рискует, очень быстро остаться без голоса. Сам через это проходил. Пришлось в каком-то смысле ставить свой речевой голос. И у меня есть соответствующий опыт в этом деле. О чём мы сегодня поговорим с вами? Да, я не спросил, хорошо ли меня видно, слышно. Но поскольку в чате я ничего не вижу, никаких пометок, ремарок, по-видимому, слышно хорошо. Ну, на всякий случай, как водится, по пятибальной шкале, пожалуйста, отметьте, как меня слышно. От единицы до пяти. Пять наивысший балл, пожалуйста. Спасибо. Поэтому очень, пятьдесят пять, это очень много пятёрок. Благодарю вас. Горшочек не говори, не вари, как сказал Татьяна Телегина. Спасибо. О чём мы сегодня поговорим? Да, я, видите, во-первых, я стоя сегодня веду вебинар, потому что у нас тема, фактически, это физические упражнения при выдаче голоса. Без этого никак голос не натренируешь. Любая голосовая практика, это физическая нагрузка. Ну, вы и сами это знаете. Поэтому я покажу сегодня несколько упражнений, поэтому у меня совсем супер-кэжуал, почти спортивный вид. Мы сегодня, кроме упражнений на дыхание и голос, посмотрим по речи, на интонирование, дикцию и темпо-ритм. Несколько упражнений я покажу. И я поразмышляю на тему структуры речи. Речь уже как выступление. Здесь мы будем рассматривать. Не секрет, опять же. Мы с вами много говорим. Мы с вами много говорим и выступаем в условиях, когда у нас очень мало времени на подготовку. Конечно, если мы выходим на публику, на аудиторию с каким-то содержанием, с какой-то темой, мы чаще всего все же в этой теме хорошо себя чувствуем, хорошо понимаем то содержание, которое мы хотим довести до аудитории. И самая главная задача правильно структурировать, найти главную мысль, к которой мы хотим слушателей привести. И выстроить свою траекторию, как мы будем говорить. Ну и нам нужно выстроить так, чтобы это было захватывающе для нашего зрителя, для нашего слушателя. Вот я поделюсь своими некоторыми размышлениями на эту тему. Вопросы можно задавать в чате по ходу. В конце я постараюсь на них на всех ответить. Ну а если не успеем, то тогда дам свой электронный адрес. Пожалуйста, это не секрет. Я человек достаточно публичный. Я отвечаю на все вопросы в той мере, в которой я владею материалом. Ну а если не владею, поищем, конечно. У нас экспертов, специалистов достаточно много вокруг нас. Итак, голос. Первое, с чего надо начинать, это содержать голос в чистоте и порядке. Каждый спикер на протяжении часа говорения должен выпить полулитра воды. Вот этого стакана, тут уже даже меньше 200 грамм, мне на час, по идее, не хватит. Почему? Связки очень здорово сохнут. Ну и сами это прекрасно знаете. Поэтому увлажнять надо обязательно. Но кроме горла, кроме ртовой полости, увлажнять нужно еще и нос утром и вечером. Для меня это давным-давно уже как отче наш. Я беру солевой раствор, я его делаю уже сам. Я редко покупаю в магазине или в аптеке, когда уже некуда деваться, что-то вроде аквамариса или что-то вроде этого. А так я из морской соли делаю раствор примерно 5-процентный, чтобы не очень было крепко, чтобы не обжечь слизистую. Это обязательно. Ну и пить воду, конечно. Но при этом, обращаю ваше внимание, нельзя некоторые вещи, которые вам досаждают, связки должны быть в тонусе, значит нельзя их переохлаждать, их нельзя, в общем, наверное, и перегревать, обжигать. Нельзя что-то очень крепкое, в смысле чая, кофе. Крепкие спиртные напитки можно в очень ограниченном количестве. И по идее лучше, конечно, после выступления. Но говорят, что серьезные вокалисты иногда 50 грамм коньячку принимают перед выступлениями. Наверное, это так. Не проверял, не пробовал. Для меня это не вариант всегда. А вот то, что у нас на этом слайде употреблять перед говорением, длительным особенно, ну хотя бы за несколько часов нельзя. Я сегодня пил кофе, конечно, с утра, но с молоком. Чай тоже можно, тоже с молоком. Основа любого голоса это ваше дыхание. Если вы говорите только вот так вот, без всякого дыхания на связках, у вас очень быстро связки сотрутся. Потому что это фактически такие складочки, которые на двух мышцах каждая, и они просто у вас пересохнут, вы их сорвете. Потому что воздух будет их фактически передавливать. Вы не сможете, во-первых, дать нормальный звук. Во-вторых, вам не всегда не будет хватать голоса, силы. И вы будете говорить исключительно этими мышцами. А по большому счету необходимо, чтобы у вас, на основе вашей диафрагмы, работал очень хороший насос. Вот напишите мне, пожалуйста, кто из вас действительно ставил голос? Может быть, вокально, может быть, речевой голос ставил. Вот интересно, какой процент наших слушателей занимался этим, задумывался над этим. Фониатор персикового масла. Ну, масло в принципе хорошо для связок. Конечно, любое масло. Но опять же, смотрите, дорогие друзья. Если у вас есть аллергия на персики, а вот у меня на персики априкосы и прочая-прочая аллергия. Не факт, что мне, например, персиковое масло полезно. Диафрагму в любом случае нужно освободить. Я сейчас немножко поджат, но кадр не позволяет мне показать меня всего такого, стройного-стройного. Да, мне немного перетянут живот ремнем. В принципе, для начала постановки дыхания это не очень хорошо. Но когда уже есть механизм, в принципе, ремень ни в коем случае не помешает. Таким образом, нужно в первую очередь снять все зажимы. Когда вы выходите на аудиторию, как правило, вы начинаете зажиматься. И я начинал зажиматься, и сейчас иногда зажимаюсь. Ну, это достаточно легко при привычке определенной с этим справиться. Во-первых, вот позиция, как я написал на слайде. Голова на колок, стойка, руки опущены. У меня три точки опоры, три точки опоры. Причем в каждой ступне у меня три точки опоры тоже. Большой палец, мизинец, пятка. Каждая стопа у меня стоит ровно, как тренога. И вот эти две треноги, две точки опоры глобальные, большие. И я мысленно провожу из своего позвоночника, из копчика, еще прямую опору, стержень, который упирается в пол. И таким образом я в сознании у себя моделирую очень устойчивую позу. Да, в этой позе я могу поднять ногу одну и совершенно спокойно устаю, никуда не уйду. И могу поставить ее в любое другое место или на то же самое. У меня очень устойчивая поза. А когда у нас поза устойчивая, колени не напряжены, не защелкнуты, а чуть-чуть пружинят. Чуть-чуть пружинят в томосе, не в гипертоносе, не зажатом, а чуть-чуть в томосе. Причем, смотрите, я могу спокойно совершенно вот так вот поболтать телом, поболтать руками. У меня не зажатое тело. Почему это важно? Как только вы где-то зажимаетесь в теле, у вас сразу начинают зажиматься связки. Ну и для того, чтобы понять, почувствовать, как работает диафрагма, есть несколько простых упражнений. Вот те два упражнения из гимнастики Стрельниковой, которые вы, я надеюсь, знаете, позволяют, например, вокалистам обходиться или минимизировать время на распевку. Вот эти движения, кратные восьми, когда на усилие я резко вдыхаю воздух, потом разжимаясь, я спокойно выдыхаю. Вот эти упражнения позволяют почувствовать. Диафрагма начинает работать как насос. Такие упражнения обычно делаются кратно восьми. Начиная с восьми, каждое упражнение базовая зарядка шесть упражнений. И вообще до 96 упражнений, я знаю, доходят. У меня это всегда 3-4 упражнения по 32 движения каждое утро. Ссылочку на, или прямо файлик я потом подгружу. У меня есть отдельный файлик вся гимнастика Стрельниковой. Если хотите, я в ресурсы в конце занятия подгружу и можно будет скачать. В результате дыхательных упражнений нужно понять, каким образом у вас вообще работают лёгкие. Надо почувствовать, что воздух входит не только в грудной отдел, особенно для дам, характерно грудное дыхание. Не нижнее, не диафрагмальное, а другое грудное дыхание. Мужчинам проще. У мужчин диафрагмальное дыхание получается быстрее. Как-то это может быть для них более естественно. Но надо понимать, что воздух заходит не в живот, по сути дела, а в задние отделы лёгких, спины, спина в районе поясницы. Вот туда вот воздух заходит. Ну, это требует некоторого времени. Вот это такая привычка с этим работать. В любом случае, любая у нас речь, она имеет определённый темп, темпо-ритм, об этом мы ещё поговорим. Но каждый темпо-ритм требует различного вида дыхания, различной длительности. У меня когда-то очень хороший вокалист, дирижёр, музыкант научил такому дыхательному упражнению. 33 Егорки, может быть, слышали. Я сейчас попробую, я сейчас покажу. Это очень длинное дыхание. Здесь вот в нашем упражнении это длинное дыхание прибой, да. На максимуме выдоха постараться. Выдохнуть и... А 33 Егорки, ещё более длинный выдох, как раз тренируют длинное дыхание. И диафрагму тоже. Я покажу. На одном выдохе я должен буду сказать вот такую фразу. На горе на Пригорке стоят 33 Егорки. 1 Егорка, 2 Егорка, 3 Егорка, 4 Егорка, 5 Егорка, 6 Егорка, 7 Егорка, 8 Егорка, 9 Егорка, 10 Егорка, 11 Егорка, 12 Егорка, 13 Егорка, 14 Егорка, 15 Егорка, 16 Егорка, 17 Егорка, 12 Егорка, 19 Егорка, 20 Егорка, 21 Егорка, 22 Егорка, 23 Егорка, 24 Егорка, 25 Егорка, 26 Егорка, 27 Егорка. Меня хватило на 27 Егоров. Человек, который мне показывал, досчитал до 50. У меня до 35 доходило, получалось. Опять же, что мы достигаем таким образом? Подвижность вашей диафрагмы, подвижность вашего дыхания, длинные-длинные, длинные-длинные, возможно, фразы. Потому что, когда вы говорите, что называется, из головы, подчас у вас настолько длинная мысль, что ее невозможно прерывать. И когда вам приходится вдохнуть, прерывать свою фразу, у вас поменяется интонация, у вас уйдет куда-то мысль, и вы не достигнете той задачи, которую себе поставили. Не скажете то, что хотели сказать. Поэтому разные типы дыхания нужно, безусловно, осваивать. Ну и постольку-поскольку любые голосовые нагрузки – это физические упражнения, без разминок никак. Знаете, наверное, знаменитые упражнения театральные «бгап-гап-гоп-гуп», «кап-кап-кап-кап-тку» и так далее. Я обхожусь немножко упражнениями чуть попроще. По крайней мере, я разрабатываю гласные. Почему такие фразы? Фразы из мультфильмов, из фильмов, из каких-то юмористских, я вспоминаю всегда. «Клара», ты откроешь клюв от удивления, проще запомнить на букву «А». Причем как это делает этот ворон из «Снежной королевы»? «Клара», и застыть на этом «А», «Клара», челюсть отваливается, «Клара», и тут же подключается диафрагма, иначе это «Ааа», не получится у вас просто «Клааа», «Клараа», и комната вся заполнится. Весь зал, в котором вы будете выступать, от этого звука просто содрогнется, и будет хорошо слышно. Очень важно проартикулировать все гласные звуки, потому как на пути выхода воздуха у нас есть голосовые складки, правильно будет так назвать, Они формируют звук, а дальше букву уже вы формируете зубами, губами, языком. И правильное звучание, конечно, очень важно. Мы ещё вернёмся об этом, когда будем говорить о чистоговорении, о дикции. У-у-у-у-ты какая! А причём эта у тоже должна быть на полностью открытой глотке. У-у-у-ты какая! Это у нас из иморезки Геннадия Хазанова. Когда мы фотографируемся, мы говорим чиз или сыр. Мне больше сыр нравится, потому что легче отвалить там челюсть. Она на самом деле у меня падает. Чиз! И соформируем глаз, но я формирую уже своими губами, зубами. Очень полезное упражнение – это пофыркать. Почему? Во-первых, нормальное фырчание без подключения диафрагмы не получится. Мы, например, в нашем вокальном коллективе начинаем любые распевки с упражнений на фыр. И звучит это хотя бы вот так, на одной ноте. Без звука. Но только передней частью губ. Только губами. Щеки я не подключаю. Можно пофыркать короткими. Можно длинными-длинными. Без подключения диафрагмы это упражнение не получится. Если получается, значит диафрагму подключаете. Другие гласные. А дальше мы можем просто соединить все гласные, которые мы упражнениями нашими проговариваем. Ха-э-э-о-у-и. 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 Опять же у нас челюсть отвалена. У нас работает диафрагма. Мы выдаем звук вот этот вот в комнату, в зал. Ха-э-э-о-у-и. Как будто бы песен на одной ноте. Почему про самолёт и вертолёт? У дуэта Ивашенко-Васильев замечательная песенка была. На одной ноте. Поэтому про самолёт и вертолёт. Послушайте. Я положение сидя сейчас демонстрировать не буду. Я просто-таки уверен, что вы сейчас все сидите. И, как правило, мы перед нашими компьютерами, перед нашими камерами выступаем всё-таки сидя. Но нам необходимо добиться, чтобы диафрагма и в положении сидя была в рабочем состоянии, не была зажата. Хотя поза, конечно же, заставляет зажиматься. Поэтому нужно точно так же, как стоя, спину поставить прямо, поднять плечики, отвести назад, бросить. Колени под 90 градусов предпочтительно, чтобы стояли. Обе стопы, чтобы стояли на полу полностью. И вот в этой позиции, ровной, у вас голос будет звучать гораздо лучше. Попробуйте сделать те же самые упражнения пострельниковые, но только сидя, набирая воздух в задние отделы лёгких. Простите. Вылетело слово. Точно так же. Точно так же можно проделать все те упражнения, про которые я говорил, и про разминку гласных, и прочее, прочее, прочее. Свой звук. Вы любите вообще свой звук? Я терпеть не могу слышать, слушать в записи, как я говорю или пою. Но я уже привык на самом деле. Это требует определенного мужества от каждого из нас, привыкнуть к своему голосу, который мы слышим не внутри, не через нашу костную проводимость, а как это слышат все. И этот голос надо полюбить. И надо понимать, как у вас этот голос формируется, какие резонаторы у вас работают, как вы слышны на расстоянии. Я, например, чтобы говорить сейчас с вами, ну, я благо живу один, у меня одна комната, но я закрываю дверь в коридор, рядом дверь на лестницу, на лестничную площадку, я не хочу, чтобы меня там слышали. Если я двери в комнате открою, меня там слышно будет хорошо. Если я открою окно, меня будет слышно на соседнем балконе. Я не хочу, чтобы меня слышали. Но да, это в каком-то смысле воспитание своего голоса. Потому что я говорю сейчас не на камеру. Камера стоит на чуть больше, чем вытянутая рука. Тут остается, наверное, сантиметров 10-12 от кончика пальцев до камеры. А я говорю тем цветам, которые стоят на окне еще в трех метрах за камерой. То есть я говорю задней стенке, я говорю окну. И тогда вы меня замечательно слышите. И тогда любое мое слово доходит до конечного слушателя. Даже если это очные слушатели будут в помещении, и они будут сидеть вот там на задней стенке. Ну, маленький секрет. Микрофон на самом деле у меня не в камере расположен, а чуть ниже и ближе. В два раза ближе, чем камера. Поэтому, в принципе, я могу умерить звук своего голоса. Вам хорошо будет слышно все равно. Но любой вот такой посыл, это некоторая энергия, с которой делюсь в данном случае я, или вы как спикеры делитесь с вашей аудиторией. И это надо и всегда иметь в виду. Поэтому силу звука тоже надо разрабатывать. Как почувствовать на самом деле силу вашего звука? А действительно вспомните. Вы смеетесь громко, а вы рыдаете громко. Вот в эти моменты из нас вырывается настоящий наш естественный звук, по большому счету. И с этим надо как-то поработать, попробовать, может, прокашляться, не посладив, конечно, связки, прокашляться. Ха-ха-ха-ха-ха. Так посмеяться. Или порыдать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. А потом попробовать вот на этой вот открытой глотке, которая там у вас получается, после этих рыданий или после этих смешков, попробовать на них поговорить. Не обязательно громко, не обязательно сильно для себя. Постепенно, может быть, наращивая силу звука в дальнейшем. Между прочим, от силы звука громкость может и не зависеть. Я сейчас говорю тише, но сила-то у меня та же самая. Потому что в любой момент практически я могу чуть-чуть поднажать своим дыхательным аппаратом, и у меня звук будет просто громче. Но сила-то та же. Плюс L это что такое? Ха-ха-ха. Скажите, знаете ли вы, что такое штробас? Не все педагоги по речи любят штробас. Почему-то считается, что можно натереть связки. Я, например, люблю такое упражнение. И более того, штробас мне помог развить нижний диапазон моего голоса. Я могу какие-то баритональные даже партии исполнять. То, что написано для баритона. Хотя я по натуре своей тенор. Да, связки вибрируют. Какие слова-то, фонация. Я стараюсь их избегать. Я все-таки не профессионал, не фониатор. Ну, звукоизвлечение, фонация. Да, связки вибрируют, но без голоса. Лучше всего штробас получается утром, когда тело еще расслаблено. А лучше всего, еще лучше всего в ванной или где-нибудь в душе, потому что там есть акустика. И вам, как правило, кроме того, что мыться, делать нечего. Часто поете в душе? Уверен, что многие из вас часто поют в душе. Во-первых, потому что это получается. А потому что у вас голосовой аппарат еще не зажат дневными заботами. Он расслаблен. И, во-вторых, там есть акустика. Я сам пою в душе. Это нормально. Но вот как штробас работает? Да, по идее, действительно, связки не напряжены. И штробас может играть роль упражнений на расслабление. Я сейчас попробую продемонстрировать, поскольку у меня сейчас на сегодняшний полдень, у меня достаточно большая уже сегодня практика была. Я пару часов говорил сегодня точно. Поэтому немножко уже есть некоторая даже усталость у голосового аппарата. Но должно получиться. Должен получиться такой вот скрип. Не знаю, слышно или нет. Что позволяет штробу? Во-первых, расслабление связок. Во-вторых, нижний диапазон ваш, вот сюда, который уходит в грудь, он добавляет всегда. Всегда и у всех. У какой бы голос ни был, высокий, низкий, он всегда добавляет значительности и доверия вашему голосу. Ведь недаром самые доверительные разговоры идут на пониженном тоне. На низком тоне. Это не шепот. Это не тихий звук. Он низкий и доверительный. Как говорит врач, который, предположим, нас гипнотизирует. Вы спокойно меня слышите. Вы можете слышать только мой голос. Что-то вроде этого. Как мы объясняемся в любви? Ну, конечно, если предмет любви далеко, мы можем его покричать. А чаще всего мы говорим хорошие, добрые слова достаточно тихо и низким, доверительным голосом. Штробас помогает развивать свой голос в эту сторону. Попробуйте. У вас получится объясниться в любви. Точно говорю. Идем дальше. Да, скрипучая дверь. Штробас. Так. Ну, что касается... Вот, когда вы пишете в чате проблемы с тем, что вы видите и слышите, это в технической поддержке. Здесь я, к сожалению, не помогу. Естественный свой звук. Нужно, конечно, постараться вытащить. Недаром я сказал. Самый естественный звук – это рыдание, это стон, это плач. Когда мы не зажаты. И надо уловить этот звук себе. Воспитать. Есть разные школы, которые этим занимаются. Мне очень нравится школа Кристина Линклейтер. Педагога из Шотландии, которая в этом году, к сожалению, ушла из жизни. Достаточно много лет ей уже было. Не успел я туда съездить. Очень хотел. Есть совершенно замечательная школа Зинаиды Савковой Петербургской, преподавательница, педагога заведующего кафедра сцен речи Института культуры в Ленинграде в свое время. Я учился и у последователей Савковой, и у его ученика, и у ученика Кристины Линклейтер. Я понимаю эти все методики. Я использую во всех своих курсах и тренингах так или иначе. Вот следующее упражнение, это из книги Зинаиды Савковой, когда мы вставляем свой звук уходить в маску, ну через звук М. Мам-мам-мам-мам-мам-мам. Ну, не даром же «мама» — это самое первое наше слово. Мам-мам-мам-мам. Мам-му-мам-мам. Вы помните у нас в упражнении на одной ноте? Мам-мам-му. Там было «ай-о». Теперь то же самое. Мам-мам-му. И дальше некий диалог. Мам-мё-ду-нам-мам. Так он на стоне. Мам-мё-ду-нам. Стон вообще без диафрагмы опять же не получится никак. И у нас всё вот здесь завибрировало. У нас воздух пошёл. Мам-мам-мё-ду-нам. Мам-ам-мама-мама. Вылетело из головы. Вспомним упражнение и скажу. Тоже упражнение из книги Зинаи Савковой «Подлаивание». Вот любой звук имеет атаку. То, как мы переходим от согласного звука к классному звуку, даже если мы просто говорим А, всё равно у нас есть некая впереди, как будто бы согласная. Что-то либо Х, либо Х, либо Г, либо К. Что-то вот то, что выпускает этот звук. Ха! 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 Но может быть атака резкая? Ха! 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 Такой лай. Не подлай, но не лай. Ха! Ха! И тогда связки зажимаются. И естественно они начинают напрягаться, устают и сипнут. А может быть такой лёгкий с придыханием. Как минимум две известные актрисы так говорят. Ну это очень хорошо было. Хорошо. Когда идёт длинный-длинный какой-то выдох, но нет ещё звучания. Ха! 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 И то и другое плохо. И резкий звук плохо, и мягкий такой длинный звук тоже не очень хорошо. Тоже сильно будет у вас, сильный связочный аппарат будет уставать, потому что воздух проходит, а звука нет. Во-первых, расходуется энергия дыхательного аппарата, и воздух расходуется, расходуется. А связки вы в тонус ещё не привели. Нет вот этого взаимодействия. Не очень хорошо. Ну и кроме того, не очень хорошее впечатление всё-таки получится. Поэтому нужно поймать вот эту вот оптимальную атаку, подлаивание. Как попробовать это сделать? Ну представьте, что вы собака, и вы встречаете своего хозяина, который пришёл с работы, предположим, зашёл в калитку, и вы его радостно бросаетесь навстречу и гавкаете. Привлекаете внимание. Хозяин, ты пришёл, я рад, а я вот здесь, я тебя жду. Ха! 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 Попробуйте. Опять же, смотрите, здесь диафрагма подключится. И здесь у вас и челюсть начинает отваливаться. Хаф, хаф, хаф. И вот то самое, может быть, стон, рыдание. Где-то это вот туда вот. Хаф, хаф, хаф. Движение вот оттуда. Естественный звук у вас должен выходить. Вот упражнение, которое я забыл. Соединение типа вдыхания. Я не делал, не показывал это упражнение. Длинное дыхание. Помните, средний там был тип дыхания. Взяли пилу Дружба 2 и с напарником перепиливаем бревно. Коробки тип дыхания. Обрыскиваем наши комнатные цветы. Вот и любые фразы строятся по принципу использования трех типов дыхания. Какие-то восклицания, это короткие. Какие-то средние, какие-то совсем длинные, длинные, длинные. Какие-то мысли, которые мы высказываем, которые не могут никак закончиться. Для того, чтобы сформировать нормальный темпо-ритм, нужно как раз владеть всеми этими типами дыхания. Ну и вот, пожалуйста. Мёду нам, ма, мёду, мёду, мёду нам. Смотрите, на стоне, на открытой челюсти, на выдавливании, выбрасывании воздуха из задних отделов лёгких. Ма, мёду, мёду, мёду нам. Ах, больной я, ай-яй-яй, молока мне, мама, дай. Попробуйте, попробуйте короткие, да? Ай-яй-яй, а можно длинно. Ай-яй-яй, молока мне, мама, дай. По-разному можно произносить эту фразу, разные типы дыхания используют здесь. Опс. Итак, у нас с вами есть несколько упражнений. Штрабас. Мы с вами хотим и того ли не хотим. Если вы сейчас упражнения эти выполняли, вы начинаете зевать, потому что у вас заработали лёгкие, заработала диафрагма, у вас заработала глотка. И ничего страшного, если вы сейчас зеваете, потому что у вас вот рефлекс пошёл. И это хорошо. Говорить на зевке правильно так и надо, на самом деле. На зевке у вас там глотка, там даже всё открыто быть. Ха-ха-ха-ха. Говорите в маску, вот то самое. Мёду, 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 мёду нам, мамы, маму, маму. Вот сюда в маску мы говорим и формируем звук вот здесь. Мёду, мёду нам, мамы, маму, 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 и так далее. Ну и мягкое нёбо, зачем у нас нёбо с вами, два нёба есть, есть твёрдое. Попробуйте языком. Есть мягкое там сзади. Это мягкое нёбо мы можем поднимать и образовывать так называемый купол. И тот, кто это вокалист, тот, конечно, знает, что надо петь на куполе, да. Там должен быть резонатор такой, очень большой. Хотя по большому счёту резонаторами являются те пространства внутри нашего черепа, которые ограничены костями. Там, где у нас мягкие ткани, они фактически просто пропускают звуковую волну. Они не резонируют, да. Резонируют твёрдые предметы в голове. Но объём, объём, мягкое нёбо всё равно создаёт. И вот мягкое нёбо, если поднимаете, оно заставляет и глотку на самом деле ещё расширяться. И у вас там получается такое большое-большое пространство, которое и даёт хороший объёмный звук. Так, очень хочется пойти дальше. А мне сдвинулся. О! Ну и дальше хочу поговорить про интонирование. Да, это у меня слайд всего лишь навсего ниже. А, 21.45. Но я постараюсь побыстрее, потому что я смотрю, немножко затягиваю. Но ничего страшного. Если вы не занимаетесь вокалом под час, вам сложно правильно, не то чтобы интонировать, а использовать весь диапазон вашего голоса. Ну, если вы, конечно, специально не учились. Почему важно? Почему важна интонация? Интонация – это смысл речи. Смысл – это эмоция. Интонация – это те самые краски, которые добавляются к нашей речи, то, что заставляет фактически слушать. Вот слушателя заставить вас слушать, может быть, две вещи. Ну, три. Вас хорошо знают, и независимо от того, как вы говорите, вас хотят слушать. Возможно, говорите какие-то умные вещи, очень важные вещи. И не прослушав невозможно. Ну, потом родные, какие бы родные ни были, не владели бы голосами, может быть, скрипучими, не очень хорошо звучащими, все равно вы родных своих любите. Никуда не деться. Они у вас с рождения, эти голоса, они родные. Но, дальше. Есть голос, который можно слушать независимо ни от чего. Что бы он ни говорил. Какой бы чушь ни нес, все равно вы завороженно будете слышать, слушать этот голос. Или завороженно. Филологи, поправьте меня, пожалуйста, по ударению. Завороженно или завороженно. Очень интересный такой тест. Дальше. А дальше интонация. Насколько вы образно, не образно, не в словах образно. Тут образно и не слова. Насколько вы... Давайте использовать слово выразительно. Сколько вы выразительно будете говорить, настолько вас будут воспринимать. Потому что, если вы будете говорить совершенно однотонно, очень каким-то железным тоном, одним тоном фактически, монотоном, вас слушать не будут, потому что это никому не интересно. А ещё надо добавить сюда будет дикцию, по идее, да? А ещё надо будет смысловые ударения добавить. Потому что, если смысловые ударения не ставите, то непонятно, что вы имеете в виду. Ведь наша речь, каждая наша фраза имеет смысловые ударения. А чтобы смысловые ударения поставить, и чтобы правильно они у вас прозвучали, вам нужна интонация. В зависимости от эмоций, интонация может быть, ну, вот этот разнос по интервалу, может быть больше, может быть меньше. Ну, вот такое упражнение. Лесенка. Чудо-лесенка, шагаю, высоту я набираю, шаг на горы, шаг на круче, шаг на тучи, а подъём всё выше и круче, не арабею, опять хочу, прямо к солнцу я лечу. Если вы не привыкли пользоваться большим диапазоном вашего голоса, интонационным диапазоном, интервалами музыкальными, очень рекомендую вот эти упражнения. Что такое интервал музыкальный? Вы берёте клавиатуру фортепианную, расстояние тон между двумя клавишами, это полтона, белая-чёрная, чёрная-белая, где-то белая-белая, две соседние клавиши имеют разницу между собой полтона. Октава у нас 11 штук, да, получается 11 полутонов. Хороший вокалист имеет в своём резерве не менее двух октав. Я думаю, что для хорошего оратора, спикера, одной октавы должно быть достаточно, но эту одну октаву надо иметь. Я уже говорил о том, что звук низкий является доверительным, вызывает у вас доверие. Недаром товарищи, которые ходят по квартирам, что-нибудь пытаются впарить, извините за выражение, они, как правило, понижают тон. Если вам звонит какой-нибудь банк и какой-нибудь банк вам хочет что-то продать, послушайте, не выключайте телефонную трубку сразу, а послушайте, как говорит с вами человек. Да, этот человек будет пользоваться скриптами, то есть с определённым написанным сценарием, но когда он начнёт вас уговаривать взять ещё один кредит, он обязательно начнёт понижать голос. А что вам не понравилось, Юрий Александрович? А может, мы можем предложить вам специальные условия? И вот это доверие, крючок этого доверия, доверительного тона, подчас некоторые попадаются. Будьте очень осторожны, но и владейте сами. Я, например, в таких случаях сразу говорю, тем же тоном подстраиваюсь. Мне всё очень хорошо нравится, девушка, но мне надо подумать. Как правило, отзеркаливание в данном случае играет мне на плюс. Человек уходит от меня, он просто прощается и закрывает разговор. Я очень люблю упражнения на правильные ударения. Ведь любое правильное ударение во фразе, оно показывается падением тона вашего голоса. Смотрите, вот эта фраза, да, она ведь горкой выстроена. Я понижаю тон на ударном слове. Главное слово ударном. И в этой фразе акцент я делаю на слове ударное, ударным, прилагательное. Ударение на высшей точке моей звуковой горки получается. А потом я падаю вниз. И вот на этом ударном слове я падаю вниз. Я понижаю... На самом деле повышаю, да, но ведь чтобы ударить, чтобы понизить, мне нужно повысить. Я понижаю тон голоса на ударном слове. Именно на ударном слове я понижаю, а на неударном. Вот следующий пример демонстрирую, как можно попробовать. Какое слово главное в предложении? Не смотрите на пять строчек ниже. Прочитайте просто для себя фразу Николая Васильевича Гоголя. Редкая птица долетит до середины Днепра. Какое слово здесь главное? Редкая? Что у нас получится? Редкая птица долетит до середины Днепра. Возможно, правда? Редкая птица долетит до середины Днепра. Редкая птица долетит до середины Днепра. Не динозавр, не бабочка, а именно птица. Редкая птица долетит до середины Днепра. Не доползёт, не доплывёт, а именно долетит. Вот главное слово. Может быть такое? Возможно, да, вполне. Редкая птица долетит, потому что ей просто плыть иначе придётся. Редкая птица долетит до середины Днепра. Ну, да, середина. Смотря что мы хотим показать. Если мы хотим показать силу птицы или бессилие птицы, тогда да. Редкая птица долетит до середины Днепра. Но если мы хотим показать Днепр как могучую реку, что она очень широкая, Тогда мы сделаем ударение на последнем слове. Редкая птица долетит до середины Днепра. Как автор написал, как правило, в русском языке главное ударное слово, акцент, пишется в конце предложения. Ведь чем характерен русский язык? Тем, что мы можем переставлять местами слова. Есть, по идее, порядок определенный, основной, я бы сказал, базовый. Но ведь я могу переначать эту фразу. До середины Днепра долетит редкая птица. Главное слово, редкая. Редкая птица долетит до середины Днепра. Редкая птица до середины Днепра долетит. Опять же, смотрите, я главное слово поставил в конце, и там я делаю вот эту вот горочку, вниз спускаюсь. Конструирование фраз – это в каком-то смысле искусство. Потому что то, как вы скажете вашу главную мысль через главное слово, так вас слушатели и поймут. Если вы поставите ударение смысловое не там, слушатели поймут не так, как вы хотели. На это нужно обращать внимание. Но чтобы правильно ставить ударение и выделять их, нужно владеть интенционной выразительностью. На это у нас и были предыдущие упражнения. Речь. Речь у нас может в двух ипостасях быть, да. Речь как звукоизвлечение и речь как само выступление. То, что мы говорим. Да, построение фразы – настоящее искусство, действительно. И на том курсе, на котором мы, если вы придете на курс заниматься, мы посмотрим, как в литературе эти фразы строятся. Как их правильно читать. И будем строить свои выступления на основе этих правил. Есть очень хорошая литература на эту тему. У меня литература будет в конце моей презентации. Что касается темпа. Я сейчас говорю очень быстро на самом деле. Поскольку у меня материала много, не то чтобы я не рассчитал. Может быть, действительно чуть-чуть не рассчитал. Я говорю слишком быстро. Нормальный темп речи для оратора. Это 600 символов в минуту. Я не буду сейчас это демонстрировать на этом примере, на этом слайде, как я это обычно делаю. Вы потом скачаете мою презентацию. Возьмете этот слайд. Возьмете секундомер. Прочитаете вслух этот текст. И посмотрите, сколько времени вы затратили на его произношение. Произнесение, простите. Плюс-минус 5 секунд еще можно. Это нормально. Причем зависит очень сильно от аудитории, от объема аудитории. От того, насколько далеко задние ряды у вас. Но стандарт 600 символов в минуту. Пробелы считаются. Я уже говорил о темпоритме. Любой темпоритм это некая музыка, по большому счету. Потому что если я скажу ту фразу, которая написана просто, я пригласил вас, господа, за тем, чтобы сообщить пренеприятное известие, к нам едет ревизор. Ни о чем. Но если я сформирую, я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие, к нам едет ревизор. Но совсем другое получается. Не нужно театрального образования, чтобы хорошо сказать эту фразу. Надо просто постараться выработать тот темпоритм, который будет выражать ваши отношения к этой фразе. И то, что вы хотите передать слушателю. С темпоритмом тоже мы сможем поработать на курсе. Это тоже очень интересная история. Что позволяет темпоритм? Во-первых, фразы делятся на какие-то части. Мысль, она не бывает односложной. Бывает. Я люблю, я сплю, я ем. Но это совсем не интересно. Хотя это может быть интересным художественным приемом в иной раз. Но, как правило, мысль, она длинная. Она не укладывается в какую-то одну фразу. И она требует длинного-длинного какого-то предложения, может быть. И вот правильно сформировать вот это предложение, чтобы воздействовать на вас, как я сейчас стараюсь произвести впечатление на вас, требует определенного темпоритма. То есть объяснить что-то сложное, построить фразу правильно и правильно ее произнести. Во-вторых, действительно создать некое напряжение. Потому что если я хочу увлечь свою аудиторию, без напряжения между мной и вами невозможно. Если я этого не добился, это значит, что я плохо владею материалом. Да, я очень сожалею, что вас нет здесь у меня в этом помещении. Я не могу увидеть вашу реакцию, увидеть ваши глаз. Я не могу услышать ваши возгласы, может быть вздохи, вот опять он об этом. Или, простите, восхитительное подтверждение того, что я говорю правильно. Понятно, что я шучу. Но действительно напряжение я здесь не могу никак увидеть. Я могу только представить его, что оно есть. Я могу постараться его сформировать. И в онлайн общении, вот темпоритм такой, создание своего вот этого темпоритма, исполнение, это очень важная вещь. Вы придумываете и вы стараетесь транслировать. Про эмоции даже говорить не буду. Эмоции обязательно. Как я могу передать эмоцию в этот черный глазок камеры, если я не поиграю с темпом, не поиграю с ритмом? Зачем была вот эта длинная пауза? Зачем я взял стакан? Вы задумывались над тем, что я скажу в следующий момент, после того, как я выпью глоток воды и поставлю стакан на место? Возможно, задумывались. Значит, напряжение некоторое создается, некоторая эмоция. Возможно. Я пытаюсь моделировать ситуацию. Что касается студентов и школьников, не все будут воспринимать. Я уверен, что все будут воспринимать. По крайней мере, на подсознательном уровне точно. Я хорошо помню свою школу. Я в двух школах учился. И были и там, и там хорошие педагоги по литературе. Мы замечательно читали пьесы в ролях. И вот то, что нам там давали, то, как мы анализировали, как говорят герои этих пьес. Наверное, это у меня где-то осталось. Тогда я, конечно, ничего в этом не понимал. Мы теоретически, конечно, не разбирали. Но вот это ощущение звуковое, посыл, эмоция, они, конечно же, остались. Я помню, когда мы где-то в классе шестом или седьмом, я не помню, когда у нас там Александр Сергеевич попадает в программу со своими сказками. Но мы, например, на царе Салтане сказку читали наизусть, подряд, с места. Вот настолько у нас по очереди. Вот настолько в нас вот это как бы вошло, село, понимаете? Я уверен, что будут. Дальше. Я немножко задержу ваше внимание. Я уж прошу прощения. Я хочу все-таки закончить. Там немного осталось по смыслу у меня. Я буду ускоряться. Ну и с темпоритом тоже можно поработать. Понятно, что классический темпоритом условно два длинных предложения. Одно короткое, одно очень короткое в блоке в каком-то. Можно поэкспериментировать с этим. Вот попробуйте, опять же, это домашнее задание теперь уже. Попробуйте уловить ритм, который дает Гоголь вот в этом отрывке. Посмотрите, там есть длинные фразы, короткие фразы. Попробуйте прочитать для себя. Дикция. Ну как без дикции? Особенно на большую аудиторию. У нас русский язык устроен так, что мы говорим закрытым ртом. А раз мы говорим закрытым ртом, значит мы очень много пропускаем, редуцируем. Для обычной речи это нормально. Есть целая наука орфоэпия, но я сейчас, наверное, не найду книжку, тут у меня стоят. Быстро не найду книжку по орфоэпии. Как правильно проговаривать слова? Где-то у нас гласные редуцируются, где-то они переходят в другие гласные. О в А, например, безударные. Но для того, чтобы вас хорошо поняла аудитория, требуется иногда правилами орфоэпии, не то чтобы пренебречь, отставить их в сторону и проговаривать полностью все звуки. Ну понятно, что когда я говорю слово петербургский, я букву Г не говорю, не положено. Буква Г всегда выпадает. Петербургский, Гамбургский, Петербургский вид, Гамбургский счет, Оренбургский платок. Но если я начинаю чередовать и говорю через Ж, это прилагательное, я его обязательно проговорю. Петербургский вид, Гамбургский счет, Оренбургский платок. Вопрос, в какой местности более привычно говорить. Но литературное произношение Петербургский. А я, к сожалению, даже с экрана телевизора слышу. Петербургский. Это категорически неправильно. Ну и далеко не все звукосочетания могут проговорить. И логопеды тут даже ни при чём. Просто нет привычки чётко проговаривать все трудные звукосочетания. Ну вспомните скороговорки. Вы умеете читать? Пускай даже медленно. Так вот, есть несколько упражнений на развитие дикции. Вот это стихотворение такое. Попробуйте просто прочитать. Потом прочитать с усиленной артикуляцией. Два часа не есть ужасно. Я не завтракал напрасно. Два часа ждать. Есть хочу, как никогда. Два часа ждать ерунда. Есть характер, воли есть. Раз нельзя, не стану есть. А потом попробуйте полностью открыть рот. Ай-я-я-я. Па-ха. Эй-я-я-я-я. И так далее. Что мы добьёмся таким образом? Во-первых, вы устраняете все препоны перед воздухом. Он совершенно свободно вырывается. Вы стараетесь всё-таки артикулировать. Сейчас губы стали, заработали, да? И при этом у вас связки чётко понимают, какой гласный звук вы хотите произнести. Потому что фактически гласный у вас оттуда выходит. А вот согласные звуки у вас уже формируются губами, зубами, языков. А дальше можно попробовать и с языком, прикреплённым кальвеолом. Я-я-я-я-я-я-я-я. Только губами. А можно закрытым потом. И попробовать, как это будет звучать, как работать. А дальше вам нужно переходить к чистоговоркам. Скороговорки, о которых мы говорим медленно. Но мы проговариваем так, чтобы слышно было. И мы не сбивались. Слышно было каждое звукосочетание. Водовоз вёз воду из-под водопровода. И здесь очень простой секрет. Если вы хотите, чтобы вы правильно произнесли без сбоев, усиленно артикулируйте. Это помогает в 100% случаях. Ложечка желобоко-выгибистая. Желобоко-выгибистая ложечка. И так далее. Ну и заключительная тема структуры речи. Здесь литературы нет. Здесь скорее мой опыт в... Здесь скорее опыт в клубной жизни. В клубе ораторского мастерства. Я уже три года с лишним там. И это помогает и в практике, и в тренерской работе. Ну и вообще это просто очень интересно. Сеть клубов называется... Вообще вся здесь большая мировая сеть клубов. Toastmasters International. Toastmaster — человек, который говорит маленькие, короткие, спонтанные речи. Тосты. Мы ведь говорим с вами тосты. Тост — это всегда импровизация. И импровизация — это основная вещь в построении речи. Это моё мнение. Потому что прежде всего, прежде чем начать говорить, мы должны понимать, куда мы идём. Какая наша главная мысль. Что я хочу своей речью выразить слушателю, преподнести. Что самое главное. Я этот репер, вот это вот солнце, оно у меня там должно светить в конце. Как бы я о чём ни говорил, по какой бы я траектории ни шёл, я должен прийти к главной мысли. Но для того, чтобы к этой главной мысли прийти, я должен наметить какой-то план. Я через какие-то пункты должен пройти. Вот у меня есть сегодняшний план моего выступления. Три пункта в больших. Есть подпункты. Правда, у меня нету, как на следующем слайде, структуры какого-то развития. Я не ставил какую-то проблематику. Но если вы выходите к аудитории с какой-то речью, как правило, у вас есть какая-то проблематика. Если у вас есть главная мысль, значит, есть развязка, которая к этой главной мысли приведёт. Есть какая-то кульминация, к которой идёт развитие, какая-то интрига развивается. Структура нормального сценария. И есть какая-то завязка, постановка проблемы. По большому счёту, постановка проблемы и развязка, и главная мысль, они должны быть закольцованы. Мой первый посыл был какой, если вспомните, сегодняшний. В нашей речи мы часто не умеем пользоваться голосом. Мы сипнем. И то, что я, наверное, забыл сказать, не высказал. Мы очень часто начинаем говорить и не понимаем, куда мы придём в самом конце. И подчас выводы, главная мысль как раз, они оторваны от того, что мы говорим. Нет логического завершения. Так вот, структура речи должна связывать завязку и, главную мысль, развязку, через какие-то логические цепочки. А эти логические цепочки у нас строятся через некие реперы. Кто-то пишет себе речь. Я, например, не пишу, я выстраиваю вот эти ключевые слова. Даже не фразы, а слова. Вот эти реперы, они здесь у меня такими вертикальными чёрточками. И я иду от постановки проблемы, от завязки через развитие, через какую-то кульминацию к тому тезису, который я в результате своих умозаключений, выраженных в выступлении, я подвожу и делаю выводы. Главную мысль уже озвучил. Итак, дыхание – основа инструмента голос. Голос – основа инструмента речь. Речь позволяет нам хорошо сказать, хорошо проговорить нашу мысль, построенную, выраженную в определённую структуру. От завязки через развитие, напряжение, кульминацию к главной мысли. Я очень хочу, чтобы люди вокруг меня говорили хорошо. Поэтому и все свои проекты я обычно называю «Хорошо говорим». Потому что, когда мы хорошо говорим, общество растёт. «Хорошо говорим» – это повышение культуры, это уничтожение невежественности. Это моё глубокое убеждение. И на это направлен и курс для речи педагога от ремесла к мастерству. Все мы умеем говорить, но говорить мастерски. Или говорят правильно мастерски. Я бы поспорил, но говорят надо говорить мастерски. Говорить мастерски – это определённый труд. Это определённое саморазвитие. И вот на это саморазвитие, прежде всего, педагогов, хотя для всех, всех приглашаю, направлен курс. Курс построен по схеме такой программы Speechcraft из того же сообщества Talkmasters. Но я его переделал по содержанию. Восемь занятий. В каждом занятии есть импровизация, про которую я говорил. Импровизация, я считаю, вообще основой речи. Вся моя сегодняшняя речь – это импровизация. У меня были те самые реперы, которые были на слайдах. И дальше я просто придумывал, что говорить здесь и сейчас. Дальше – восемь занятий. И на каждом занятии каждый участник будет говорить речь. Семь выступлений, поэтому будет обязательно. А помимо этого ещё импровизация. То есть вы будете и в импровизации каждый раз участвовать, и в подготовленной речи говорить. Речь будет порядка трёх-пяти минут, не больше. Она небольшая. На те темы, которые выберете вы, но по определённой схеме. Я буду давать всегда обратную связь. И если обратная связь здесь в аудитории – это онлайн-курс. Перед веб-камерой я буду давать общую связь по всем. А на другом тарифе, там я буду каждый раз после занятия отдельно, я буду давать письменную или устную обратную связь каждому выступающему. Поэтому группы у нас просто будут ограничены. Иначе я просто не смогу охватить очень много слушателей. Лучше мы запустим две группы, три группы, но они будут не очень большие по составу. Ещё. Мы параллельно будем заниматься двумя вещами. Голосом как инструментом и выступлением и речью как практикой. На теоретическую и на упражнения по голосу у нас будут накладываться практические упражнения, практическое выполнение и пользование этими техниками через наше выступление. Курс должен продлиться, по идее, в течение декабря два раза в неделю. Занятия примерно по полтора часа, но максимум два каждая. Моё пожелание было не больше 12 человек в группе, иначе я просто не охвачу всех. Для меня это очень важно, дать обратную связь каждому. Так или иначе. Поэтому пользуйтесь, что такая возможность есть. Литература, которую я обещал на этом слайде, я ещё раз говорю, что я слайды вам оставлю, их можно скачать уже сейчас. Если какие-то вопросы, я сейчас пододвину кресло, поверну камеру и, собственно говоря, начну отвечать в чате на ваши вопросы. Мы задержались минут на 10, да, к сожалению. Так, я прошу прощения, давайте мы сейчас не будем ничего писать в чат, чтобы я успел, посмотрел, пролистать. Или же продублируйте вопросы, если они есть. Были у вас? Так, я сейчас попробую сделать так, чтобы у меня чат был больше. Я закрою участников и чат у меня должен... А, нет, не открывается чат, да? Больше, ладно, раздвину. Так, давайте я посмотрю. Есть ли вопросы, коллеги? Давайте я... Самый лучший вебинар. Спасибо большое за хорошие слова. Мне очень интересны ваши вопросы. Нету. Наверное, мы просто перебрали время и поэтому уже сложно. Но лучшей реакцией на этот вебинар будет, конечно, ваш приход на курс. С удовольствием вас приму. Если очень хочется, мы можем, конечно, сделать и какие-то небольшие занятия. Пишите темы в ту же Директ-Академию, какие темы интересуют. Мы, может быть, сделаем что-то очень маленькое, короткое, однодневный тренинг или двухчасовой какой-нибудь тренинг. Это достаточно просто делается, я считаю. Мы его, наверное, можем каким-то образом сделать. Если вопросов нет, спасибо большое за внимание. Всех благ вам и чистого вам голоса. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.